Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Неравнодушные горожане привели в порядок памятники, скверы и пляжи. Первый класс с погонами. Осень начнется позитивно. Молодежь курорта подвела итоги лета. Экологический субботник «Зеленая Россия» прошел в Анапе в минувшие выходные. Акция, посвященная 70-летию Великой Победы, объединила всех, кто любит свой город. Не просто субботник, говорят организаторы, а патриотический урок бережного отношения к природе и истории родной страны. Символический старт акции дали ветераны. Ветераны гордятся подрастающим поколением. Дело в том, что сегодняшняя патриотическая акция говорит о том, что город воинской славы помнит. Город воинской славы гордится. И город воинской славы благодарит тех, кто помнит имена павших за независимость нашей Родины. Именно наша страна сломила непобедимую считавшуюся гитлеровскую армию. Под песней военных лет рядом с друзьями и родными работается легко. В сквере боевой славы энтузиасты собирали в пакеты мусор и предвещающие наступление осени сухие листья. Готовились к высадке деревьев в рамках акции «Лес Победы». Субботник в честь Великой Победы не мог пройти без почетных гостей, наших ветеранов. Присоединился к участникам акции и глава НАПО Сергей Сергеев. Вместе с фронтовиком Николаем Корнеевичем Бамко Сергей Павлович высадил в сквере боевой славы клен. Глава курорта обратил внимание, что благодаря автоматической системе полипа, смонтированной в сквере во время его реконструкции, газоны не теряют свет и всегда остаются свежими. Начальнику управления ЖКХ Анжелике Бузуновой Сергей Сергеев поручил предусмотреть монтаж такой системы орошения в будущих городских проектах. Надо закладывать деньги и делать горошаево. У нас Красноармейская некрасивая, гостевые улицы прежде всего. Расходы, вот эти соловья, мы вложили туда деньги, а газонов нет. А были бы такие газоны, это же поливо обязательно. Экологический субботник прошел на всех мемориалах Анапы. На Братской могиле в районе Старого кладбища активисты навели почти идеальный порядок. Мэр нашего города поблагодарил всех, кто в это субботнее утро поддержал хорошую инициативу. Ведь если заботишься о настоящем, значит думаешь о будущем. И в продолжение темы. В рамках экологического субботника «Зеленая Россия» работы проходили не только в местах боевой славы Анапы, но и на пляжах. На Бугасской и Витязевской песчаных косах организовали самую настоящую генеральную уборку. Красота и гордость Черноморского побережья – золотые пляжи. Горы бытового мусора, оставленные отдыхающими, представляют собой зрелище печальное. В рамках эко-субботника более 80 сотрудников предприятия «Анапа-водоканал» дружно выехали на Бугасскую косу. За несколько часов работы общими силами пляж привели в порядок. Нам выставлено было где-то 100 человек на субботник. Убрано 3 километра от пляжной территории, собрано мусора порядка 500 мешков. Убрано более полутора тонн мусора. Серьезнейшая работа была проделана и на Витязевской косе, где трудился персонал теплосетей. В субботнике «Зеленая Россия» приняли участие не только сотрудники предприятий, но и молодежные активисты, общественники, жители курорта. Ветераны Великой Отечественной войны поддержали инициативу, стали почетными гостями городских мероприятий. Все анапчане объединились, чтобы сделать наш город-курорт еще чище, уютнее и краше. В станице Анапской открылись два новых казачьих класса. Учиться в таком особенном классе непросто, это большая ответственность. И ребята об этом знают. Свой самый первый выбор в жизни эти малыши уже сделали. Пошли учиться в казачий класс. Два новых класса казачьей направленности в новом учебном году появились в станице Анапской. Для потомков кубанских казаков это естественный выбор. В нашей школе каждый год прирастает одним казачьим классом. И чем отличаются наши казачьи классы? Ну, прежде всего, красивая форма, дисциплина, правильное отношение ко всему. Ну, начиналось это все как будто бы с игры, да? А выросло в такое серьезное, крупное действие, как сейчас у нас в станице Анапской 11 казачьих классов. Это почти 300 человек. Это 300 человек, ребят, которые окружены заботой и вниманием. С одной стороны, родителей, казачьего общества, администрации. Ребята получили благословение Русской Православной Церкви и услышали в свой адрес много добрых напутственных слов. Первые шаги делать только на пятерке. Домой двоек не носить. Ну, а родителям пожелать всех успехов в воспитании ваших детей. Они еще совсем недавно научились самостоятельно держать ложку, завязывать шнурки, но уже знают главное. ПЕСНЯ Учебных предметов в казачьих классах больше, чем в обычных. Слово Божие, уроки мужества, да и дисциплина должна быть железная. Но у малышей есть пример. Старшеклассники, которые уже не первый год, носят заветную форму. Казаки – это гордость России. Ну, а мы, казачья-то, пока мы любую дорогу осилим, даже если она не легка. Впереди первые уроки, новые знания, спортивные и интеллектуальные победы, яркая школьная жизнь. А пока, гордо блестя новенькими погонами, не смело держа в руках береты, они знакомятся и учатся дружить. Ведь дружба для казачат – основа всего. Лето – самое любимое время года. Особенно для молодежи. Грустно его провожать, но молодежь Анапы прощается с летними деньками с улыбкой. Потому что «Жить так здорово» фестиваль с таким названием прошел в минувшие выходные. Каникулы закончились, пора браться за учебники и конспекты. Настоящим подарком и кульминацией лета для анапской молодежи стал фестиваль «Жить так здорово». В сквере Гудовича с самого утра стайками студенты, школьники и малыши окружили организаторов праздника. Управление по делам молодежи курорта приготовило немало сюрпризов. Это культовое место для анапской молодежи, потому что здесь всегда собирались какие-то молодежные тусовки. Сегодня здесь у нас подводятся итоги лета, итоги дворовых площадок, которые работали все лето. Лето, скажем так, провожаем. Такая летняя масленица у нас получается. Веселимся, развлекаемся. И, конечно, подведем итоги. Наградим, кто лучше всех в трудовые отряды летом проявил себя, вожатых, работающих на дворовых площадках, ну и вообще всех, кто помогал в этой летней молодежной работе. Работали интерактивные площадки на любой вкус. Любители футбола сразились в дружеском матче в необычных кедах. Не так-то просто было забить в них мяч в ворота противника. Масса настольных игр, аквагрим, мастер-классы по акробатике и плетению замысловатых косичек. На площадке фотосушка ребята могли найти себя и своих друзей на фотографиях, отразивших самые яркие мероприятия уходящего лета. Эстафета в забавных штанах вызвала у зрителей бурю восторга. Для самых маленьких – творческая мастерская по рисованию. Ребята трудились вожатыми все лето. Самое время отдохнуть перед началом учебного года. Фестиваль молодежных клубов по месту жительства стал яркой и красочной точкой уходящего лета и подарил ребятам заряд бодрости на весь год. Выдающийся советский и российский актер Юрий Никулин научил весь мир искренне смеяться. Создал цирк, в котором для каждого найдется своя изюминка. Его дело продолжает сын Максим Никулин, с которым и побеседовала наша съемочная группа. В летний сезон в Анапе для гостей курорта и анапчан развлечений много. Не только морские прогулки и экскурсии. Хорошей традицией для детского курорта стали ежегодные гастроли любимого в нашей стране цирка Юрия Никулина. В каждой программе есть что-то интересное. Мы же меняем программу каждый год. Мы показываем номера разных артистов. Тут мы немножко пошли на встречу по желаниям местной администрации. У нас в прошлом году была очень мощная программа по номерам, по трюкам, по составу. Но она, как нам сказали, немножко взрослая. А все-таки больше дети. Поэтому мы в этом году сделали как раз больше для детей. Тут упор на животных дрессированных, их много. И на такие облегченные номера, чтобы не было утомительно. Поросята с футбольным мячом, танцующий медведь, парящие гимнасты, клоунесса Александра Зайцева. Поход в цирк – дело семейное. Эмоции остаются самые яркие и восторженные. Мне очень понравилось клоунесса, собачки, обезьянки. Я первый раз в цирке за мои 47 лет. Мне очень интересно, очень понравилось. Я вижу просто, как понравилось моему внуку. Каждое выступление легендарного российского цирка – настоящий праздник. Одесса, мы все время говорили, что цирк – такая штука, которая должна радовать, удивлять и немножко пугать. Вот когда это все в меру, эти ингредиенты все в нужной пропорции смешаны, тогда получается настоящий цирк. Республика детства Анапа знает, как подарить детям улыбки и сделать их отдых незабываемым и ярким. Одна из таких ярких деталей южного лета – цирк Никулина. Стадион «Спартак» в минувшую субботу кипел от накала страстей. Очередной матч высшей лиги прошел на Анапском поле. Соперником нашей команды на этот раз стал футбольный клуб «Олимп-универспорт» из Краснодара. В первом круге игр в мае Анапа выиграла у «Олимп-универспорта» со счетом 1-0. Настрой на победу был и в этой игре. В первом тайме сборная из краевой столицы провела ряд опасных атак, но успехом они не увенчались. Первый тайм завершился со счетом 0-0. Во второй половине матча анапские спортсмены переломили ход игры. Однако все мощные удары в ворота соперника так и не принесли желаемого результата. Счет открыть так и не удалось. Матч завершился с нулевым счетом для обеих команд. Напомним, что анапский футбольный клуб еще не потерпел ни одного поражения. 35 очков и первое место в турнирной таблице. Но до финиша еще далеко. Следующую игру городской футбольный клуб «Анапа» проведет субботу 5 сентября в селе Витязево. И сразится с командой «Понтас». Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной Медной горы». Во вторник, 1 сентября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ночью до 24 градусов тепла. Ветер западный – 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в которую можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной, и самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова